А теперь к теме спорта. Многие родители ребят, которые занимаются спортом, конечно же, мечтают увидеть своих чад в статусе чемпионов, которые поднимаются на пьедестал престижных соревнований. Им хочется, чтобы их ребенок тоже когда-нибудь стоял там, им гордилась вся страна. Действительно, спорт – это не только здоровье, но и возможность добиться больших успехов в жизни. Тверская область известна своими выдающимися спортсменами, поэтому примеров для подражания в нашем регионе достаточно. Как вырастить будущего чемпиона, разбиралась наша съемочная группа. К вопросу выбора спортивной секции родители должны подойти с большой ответственностью. Каждый ребенок имеет индивидуальные черты характера и интересы, которые необходимо учитывать при выборе спортивной секции. Ведь командные и личные виды спорта сильно отличаются друг от друга. Каждый ребенок, в принципе, он знает, чего он хочет. Поэтому можно, в принципе, походить по секциям, посмотреть, какие ребенку там могут понравиться. Может, ему больше с мячиком нравится бегать, может, ему нравится бросать и так далее. Как бы это основной критерий. Второй критерий – это, конечно, медицинские показания. То есть врач-терапевт может вам сказать, какие мышцы или какую группу мышц нужно подкачать, какие суставы нужно укрепить. При выборе спортивной секции не стоит забывать про возраст ребенка. Например, на дзюдо берут с 7 лет, на бок с 10. А игровыми видами спорта можно начать заниматься с 8. Кроме того, при зачислении в спортивную школу ребенку придется пройти ряд вступительных испытаний. Это федеральные стандарты. Допустим, единоборство. У тебя тоже самое, например, дзюдо. У них элементарные упражнения. Это у них отжимания, прыжок в длину, наклон вперед с положения стоя, равновесие на одной ноге. И черночный бег. Немногие из юных спортсменов заработают в будущем медали и станут чемпионами. Чтобы достичь больших результатов и стать действительно профессиональным спортсменом, одного таланта будет мало. Спорт – это организованность, воля и постоянная работа. Талант – это фейерверк без труга. Пшик и все, и нет его. Только огромный труд, плюс талант, плюс идти в ногу родителям вместе с тренером и спортсменам вместе с тренером. Тогда, да, будет какой-то результат. Конечно же, нормально, когда родители хотят, чтобы их ребенок добился в жизни больше, чем они сами. И здорово, когда они помогают, поддерживают и направляют ребенка. Все должно совпасть в одно. Талант ребенка, который природа одарила, ребенка этого, и тренер, и еще и родители тоже. Все должны идти в одном направлении. Тогда, возможно, будет хороший успех. Я таких вот ребят знаю, которые сейчас в данный момент уже по взрослым борются, но их единицы. На протяжении последних лет в Турской области развивается детский и массовый спорт. Возводят новые объекты и совершенствуют материально-техническую базу спортивных учреждений. Всего в Верхней Волжье открыто 57 спортивных школ и развивается 30 видов спорта. С конца 2021 года в регионе запущена новая система под названием «Стань чемпионом». Она позволяет на ранних этапах развития выявить спортивные качества, к которым предрасположен ребенок. Продя тестирование, родителям выдается реестр видов спорта, в которых ребенок может достичь результатов. Записаться на тестирование можно на сайте tvrchempion.ru Тестирование занимает порядка час времени на одного ребенка. Тестируются практически все физические качества. Тестируются в том числе и определенные медицинские показатели, рост, вес. Занимается тестированием наша школа высшего спортивного мастерства. Специальные специалисты проведут тестирование с ребенком. И выдадут по итогам этого тестирования уже целый набор тех видов спорта, в которых следует попробовать ребенка. И с большей степенью вероятности у него там могут получиться хорошие спортивные результаты. Напомним, что набор спортивной школы региона начинается осенью в единый день записи. Это первые выходные с сентября. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова